В этом здании Валера впервые играл в свои собственные сочинения профессиональному профессору-музыковеду. Талант мальчика комиссия из Ленинграда разглядела буквально сразу. Как только юноша прикоснулся к инструменту, уникальная мелодия точно выскальзывала у него из рук, рассказывает Наталья. С композитором они дружили много лет. Узнав, что в репертуаре Валерия Гаврилина уже несколько произведений собственного сочинения, комиссия решила его дальнейшую судьбу. Комиссия во главе с Иваном Михайловичем Белоземцевым рекомендовала вот этому уже взрослому мальчику-подростку, невероятно одаренному, обязательно поехать в Ленинград и поступить в специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории. Так сложился творческий путь композитора. Юный Валерий Гаврилин уехал в Ленинград и уже редко приезжал в Вологду. Места, где часто бывал композитор, постепенно исчезают с улиц города. Сейчас сохранились лишь единицы. В детские годы Гаврилина в этом старом здании была швейная фабрика, а пролом был известен каждому волокжанину. Здесь располагался вход в главный колхозный рынок. Именно по этой дороге каждый день юный Валера Гаврилин бегал в музыкальную школу. Сегодня, в день открытия уже шестого музыкального гаврилинского фестиваля, волокжане смогут познакомиться не только с произведениями композитора, но и узнать о жизни самого музыканта. В областной филармонии открылась выставка петербургского художника Анатолия Пантелеева. Фотограф был другом и соседом Гаврилина, поэтому в своих работах он отразил буквально весь ленинградский период музыканта. Впрочем, за жизнью Гаврилина всегда наблюдали и вологодские художники. На этой выставке по замыслу Анатолия Викторовича, как я его поняла, здесь представлены не только его фотоработы, то, что он снимал Гаврилина. Здесь, в принципе, он смонтировал и представил всего Гаврилина. То есть, самые ранние фотографии, авторы которых не установлены. Здесь и фотография нашего Абрама Наумча Бама, который всегда снимал Гаврилина и Татьяну Дмитриевну Тамашевскую. В этом году фестиваль приурочен сразу к нескольким знаменательным датам. Году культуры, юбилею Вологодской областной филармонии и 75-летию со дня рождения композитора. Поэтому музыкальный праздник будет насыщенным, говорят организаторы. Уже сегодня вологжане смогли услышать классические произведения для фортепиано, дом, рыбаяна и вокальные номера в исполнении вологодских музыкантов. В афише не только именитые музыкальные коллективы, не только коллективы Вологодской филармонии, но и премьерные программы. В том числе и 11 ноября мы приглашаем всех на премьеру балета «Скоморохи» и «Дома дороги» нашего творческого коллектива «Русский север». Фестиваль продлится два месяца, причем в этом году он пройдет не только в Вологде и в Череповце, но и в других районах. Гостями одного из главных музыкальных событий года станут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца, а также Италии. Завершится музыкальный праздник 2 декабря в Вологодском драматическом театре концертом ведущих музыкальных коллективов области. Елена Рожнова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.